Дорогие друзья, прежде всего я хочу сказать, что очень рад быть сегодня здесь со всеми вами и участвовать в этом празднике Джанмаштами. Очень приятно видеть счастливые лица всех вас, всех граждан, которые пришли сегодня на этот замечательный праздник в Москве. Господь Кришна был восьмым воплощением аватаром Господа Вишну. Но, по моему мнению, самый важный аспект проявления, Кришны был в том, что Он является олицетворением счастья и блаженства в этом мире. И Он своим явлением показал, что духовное счастье, духовное блаженство является самым высшим, и оно превосходит любое физическое и ментальное счастье. Для меня всегда большая радость участвовать в этом празднике в честь Господа Кришны. Как уже говорил предыдущий выступающий, этот праздник отмечается по всему миру. И повсюду этот праздник сопровождается счастьем и радостью. Мы поем и танцуем, мы готовим вместе пищу, которую потом предлагаем Господу и потом раздаем ее друг другу, как праздник. Мы возносим молитвы, читаем мантры, поклоняемся Божествам, различным формам Господа, которые вот здесь можно увидеть сегодня. И все это призвано создать атмосферу счастья и радости, подобной той, которую Вы сейчас ощущаете здесь, в Москве. Другие важные аспекты, которые мы знаем о Господе Кришне, описаны в Бхагаватапуране и Вишнапуране. Все знают о Ладу Гопале и о Говинда и Гопала, Радха Рамана. Имена Говинда, Гопала, Радха Рамана. Но в Господе Кришне есть не только такой очень человеческий аспект Божественного. Но Он также принес человечеству очень великую философию, которая описана в Бхагаватгите. И я бы хотел сказать, что Бхагаватгита, наверное, самая важная скрипция, которую Вы можете найти в мире. И я, по моему мнению, Бхагаватгита, это, пожалуй, самое важное священное писание в мире. И также я хочу отметить, что перевод и комментарий Его Божественного Милости, Аче Бхагаватгита, является одним из самых лучших переводов Бхагаватгиты. Причина этого в том, что Бхагаватгита представляет Бхагаватгиту такой, как она есть. Он приводит изначальные тексты, приводит пословный перевод, приводит литературный перевод и дает авторитетные комментарии в соответствии с самим значением стихов Бхагаватгиты. Бхагаватгита. Но equally relevant is the fact that the Bhagavad Gita, through the message of Lord Krishna to the warrior prince Arjuna, teaches us also about selfless service to society and to others who need such help. Бхагаватгита. В Бхагаватгите Господь Кришна, обращаясь к Арджуне, учит нас бескорыстному служению, бескорыстному служению Богу и всему человечеству, всем, кто нуждается в этом. И еще раз я хочу сказать, что я очень счастлив быть сегодня здесь с вами на этом празднике. И я желаю вам всем счастливого Джанмаштами и счастливого года впереди перед вами. И я поздравляю организаторов за то, что им удалось так хорошо подготовить этот замечательный праздник, этот важнейший праздник в году. Джанмаштами и счастливого года. Я желаю вам всем счастливого года. Бхагаватгита. Я желаю вам счастливого года. Я желаю вам счастливого года. Спасибо вам.